Ребята, сегодня мы с вами поговорим про абстрактное искусство. Так началось путешествие юных гостей Пушкинки по игровым и творческим площадкам. И первая остановка – юный Кандинский. Здесь ребятам рассказали о том, что такое абстрактное искусство, и предложили попробовать себя в этом направлении, написав абстрактную картину на бумажном холсте формата А4. Мы рисовали абстракционизм. У каждого разный абстракционизм. У кого-то что-то похоже на цветок, у кого-то на что-то другое. У меня похоже на комету, на салют. Следующая остановка – видеосалон «Дружбой надо дорожить». Здесь детей знакомят с интересными книгами и их экранизациями. После просмотра отрезков фильма с ребятами обсуждают это произведение. Во время разговора сотрудники библиотеки поднимают важные нравственные темы. Мы сегодня смотрели фильм «Алый» и обсуждали его. Собака и солдат, они были верными друзьями. И никогда друг друга не бросали в беде. В стенах библиотеки на этой неделе можно даже заниматься спортом. На площадке зарядись энергией. В творческой мастерской любой желающий может сделать подарок для папы ко Дню Защитника Отечества своими руками. Ребята уже приготовили близким необычные открытки. А для того, чтобы попасть на еще одну остановку, нужно отправиться в далекое прошлое. Мы вместе с ребятами погружаемся в эпоху первобытного человека и пытаемся вместе с ними представить себе, почему мы сегодня не живем так, как жили первобытные люди. И самое главное, что во время этого мероприятия ребята понимают, что мы, люди 21 века, можем очень многому поучиться у первобытного человека. В первую очередь быть первооткрывателем. Ребята понимают, что любознательные люди, они нужны во все времена, и именно они двигают нашу планету вперед. Игровые и творческие площадки работают с 14 до 18.00. Каникулы для первоклассников продлятся в Пушкинке до 20 февраля. Детская библиотека приготовила еще много интересных и познавательных сюрпризов для своих гостей. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.